здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я вспомнил одну историю смешную как анекдот одного американского миллиардера спросили как стать миллиардером и он начал рассказывать свою историю я очень долго трудился я с детства значит был мальчиком таким прилежным я очень хорошо учился и я никогда не тратил лишние деньги я откладывал каждую копеечку каждую копеечку и откладывал значит а мне давали на завтраки на обеды я их откладывал и после школы у меня уже накопилась какая-то сумма она была небольшая но я продолжал копить 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 вот и к сорока годам у меня уже было там районе 100 тысяч долларов а потом умер мой дядя и оставил мне в наследство миллиард долларов таким образом я стал миллиардером вот такая история очень смешная на самом деле то есть получается что для того чтобы главное условие для того чтобы стать миллиардером это надо дождаться пока умрет ваш дядя которая оставит вам миллиард долларов ну на самом деле да это смешно но бывают такие чудеса которые случаются например вот недавно смотрите я приобрел пакет в джем форме это венчурная инвестиция про нее рассказывал неоднократно ссылочку на это видео видите вот прямо сейчас там вот деньги вроде бы небольшие и скорее всего ничего не будет я просто взял отправил эти деньги и собственно говоря все я приобрел пакет венчурной инвестиции джем форме и возможно он и не сработает а может быть и сработает и вот пройдет какое-то время и бабах она сработала и как я говорил что этот пакет обещает дате там 30 или 50 кратный рост то есть я если вложил там сколько там 1200 евро то соответственно 50 тысяч евро 60 тысяч евро я должен получить но потом я нарастил этот пакет на на самом деле то есть если при тех же параметрах то сейчас я должен получить уже в районе 300 тысяч евро и мне это ну я не скажу что стоило очень больших усилий вот и когда мы что я хочу сказать что когда мы вот живем мы в какие-то вот определенные места инвестируем и мы не знаем наперед что стрельнет что сработает лучше но если это делать то когда-нибудь что-нибудь обязательно стрельнет и мне могут сказать люди что размечтался глупенький так не бывает это бывает только сказках а нет такое бывает и со мной это уже было и это было с моими знакомыми и это бывает чудеса случаются каким образом что было со мной например да когда-то давным-давно в 90-е годы самом начале ко мне пришел это дедушка и сказал что вот тут приватизация идет я тогда занимался ваучерами что идет приватизация и что он является членом совета директоров завода у нас завод сигнал вот и ему положено достаточно большой пакет как членом совета директоров директорский пакет но для этого нужны ваучеры которых у него во-первых нет а во-вторых у него нет денег чтобы их купить стандартная ситуация у меня как раз ваучеры были я не особо задумываясь просто дал ему 50 ваучеров вот он просил меня горит мне нужно 50 ваучеров чтобы вот этот пакет выкупить я тебе отдам половину этого пакета сказал он хорошо я отдал и забыл про это дело а прошло больше десяти лет там лет 15 после этого прошло я забыл естественно про все это ну то есть вообще ни о чем вот я забыл про все это и какое-то время назад там ну лет уже 12 назад минут время вот мне звонок оказывается там совет директоров не совет директоров а общее собрание акционеров и там меняется структура на соответственно владение и народ выясняет что большой пакет который находится акции непонятно у кого принадлежит димитков юрий и они там в драку буквально за этот пакет и я его продал очень даже хорошо а эти деньги про которые я просто забыл это инвестиции и такое бывает напишите пожалуйста был ли такой у вас когда-нибудь второй случай тогда же в те времена когда мы занимались в 90-х годах вот этими всякими ваучерами там были всякие экзотические бумаги но в том числе были какие-то авва так называемые сертификаты и тоже особых надежд не было в общем то никаких это были автомобильный всероссийский альянс это какая-то компания березовского выпускала эти штуки они были красивые и когда все накрылось вот у нас осталась вот такая вот стопочка этих акций и сертификатов вот но было объявлено что эти сертификаты будут меняться на акции ну в общем сказать тоже мы без особой надежды значит я с компаньонами значит они на себя оформили моя первая жена и значит компания на себя оформили эти пакеты ну что вы думаете в прошлом году звонят и говорят слушайте вам принадлежат акции компания автоваз автоваз проходит реорганизацию все сказать акции проданы значит ну там как бы решение совет директоров приезжайте получите 62 тысячи рублей с неба просто ниоткуда они нам не стоили столько денег бамс все вот моей первой жене она увидела эти деньги капнули на сбербанк у нее там сбербанк инвестиция с какой-то перепугу открытая но компаньон пока не получил ему надо ехать куда-то чем оформлять нотариальной доверенности то есть это случается вот чем дело ребята поэтому на значит смотрите джем форме ну кто его знает вот стрельнет станем богатым 300 тысяч долларов вот ну это мой пакет соответственно он достаточно большой время еще есть но там совсем мало еще можно приобрести акции так что вот такая история до встречи с вами был демитков юрий